привет девчата здравствуйте всем так все мы есть мы есть сегодня у нас значит в эфире мастер класс как всегда на связи с вами ростов-на-дону школа екатерины мирошниченко и я я ее ведущая и я преподаватель я инструктор из школы мирошниченко вы слышите на татьяна владимировна вывод сразу тут вот у нас прямо на посту стоите вот если я вас вижу сразу загадываю все ли в порядке будет да здравствуйте значит сегодня у нас четверг как обычно в два часа дня мы проводим с вами прямой эфир этот немножечко понаделала всяких разных вариантов вам в копилочку вдруг кому-то пригодится а вот на мы делаем дизайны которые не нужно делать на всех пяти пальцах одной руки или на всех десяти пальцах обеих рук мы с вами делаем простые дизайны даже такие дизайны которые можно делать не умея абсолютно даже рисовать абсолютно вот ну нет ну конечно иногда и делаем какие-то такие прямые эфиры до прямые мастер-классы проводим прямых эфирах когда что-то рисуем но сегодня это не тот случай это не тот вариант поэтому будем делать быстрые дизайны в которых нам совершенно не нужно умение рисования вот спасибо большое сразу таки теплые добрые слова так ну что ростов-на-дону два часа дня у нас сегодня пасмурно вот все таки все дело движется все таки наверное к осени ну несмотря на то что уже октябрь конечно заканчивается и скоро каникулы у детей в школе слушайте вместе с вами провели целую четверть сумас эти только поздравляли всех с первым сентября и уже сегодня 20 какое 6 октября пронеслась первая четверть но всех родителей дети чьи в школе и выходит на каникулы всех поздравляю но мы с вами посвятим времечко значит дизайном как обычно и я вам скажу о том что вот виолетта нам сказал здравствуйте здрасте здрасте скажу вам о том что в моем сегодняшнем задании стоят работа с гель-лаками из коллекции hand club да вот так читается правильно а то у меня же очень very 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 well very nice english вот значит оттеночки из вот этого замечательного набора гель-лаков если мы откроем с вами коробочку то получи пойми выбора увидим увидим значит восемь оттенков восемь оттенков красивых осенних цветов вот для любителей светленьких есть оттенки для любителей темненьких есть оттенки начинается коллекция с номера 425 425 и у нас получаются вот такие вот цвета 425 426 серенький такой красивенький он знаете с таким легким 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 перламутром с легким мерцанием и вот этот бежевенький оттенок и серенький оттенок с таким легким мерцанием 426 427 427 вот такой красивый зелененький 428 это красивый такой глубокий такой зеленый даже не знаю что то такое темно 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 бирюзовый цвет какой-то такой не знаю даже как его обозвать так 429 это такой красивый мерцающий коричневенький такой красивенький так и еще два цвета еще два цвета просто пытаюсь уменьшить так 430 почему 2 если еще 3 до 430 номер 431 очень красиво с мерцанием такой ну черный можно сказать да с таким легким перламутром и 432 432 ну на самом деле вот они пишут что хочется все сразу такие красивые оттеночки что пишут нам наши рекламщики маркетологи так сейчас мы с вами прочитаем красивую рекламу рекламную кампанию роскошная палитра эксклюзивных оттенков в одной коробке цвета коллекции передает особую атмосферу миротворения который погружает волшебный мир осенних пейзажей а также открывает безграничные возможности для творчества значит вам поможет так это тут рубежится что здесь ложечки значит входят о том что это отличный способ представить клиента возможности палитру это понятная информация сейчас я сейчас нам нужно вот это вот еще так отражают эти оттенки отражают глубину и разнообразие сезона не напоминают о цветах осенних листьев создают умиротворенную атмосферу пробежать гармонию с природой и красотой значит в сочетании с теплыми светлыми оттенками коллекции они создают уникальную гармонию вызывающую тоску по лету они слышали но как напишут ну рекламщик конечно той рекламщики да но при этом позволяют насладиться красотой зимних пейзажей благодаря этой коллекции каждая девушка сможет почувствовать магию осень и залиться ее энергией заново открывает себя прекрасный мир моды и стиля созданы значит современный с помощью современных технологий отвечают самым высоким стандартам качества но на самом деле покажут фишечки и вытащит секретики из рукава обожаю все слушать одно удовольствие ой боже мой подняла глаза и сразу тут такой спасибо большое на самом деле как бы ну это же моя работа да я просто пытаюсь работать пытаюсь работать заработать то есть как бы ну естественно мы все прекрасно понимаем да что когда мастер работает с клиентом и есть что клиенту показать заинтересовать да то есть как бы что-то показать необычное считаю что это прикольно а иной раз вот я сама когда бываю делаю подружкам ногти знаете вот у меня не всегда срабатывает мне иногда просто тупо лень а потом я думаю да че уж я прям меня же есть слайдер разрезаны сейчас возьму сяду сделаю и конечно же начинаю подсматривать на свои же планшетки чтобы такого замутить чтобы и не сильно долго и получаю получилось прикольно и так 8 оттенков чудеснейшего набора хант клап да значит получается у нас и светлые оттенки и зеленые темные коричневые на самом деле осенние цвета ничего ты с этим не сделаешь и не попишешь ну я считаю что эти цвета могут запросто плавно войти в зиму потому что всякие вот эти вот мерцательные моменты коричневый с мерцанием и черный с мерцанием и вот эти вот такие вот холодненькие оттеночки тоже красиво подойдут зимой очень 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 вот так сейчас я вот эти вот так отодвину а вот эти оставлю ну чем не зимние варианты покрытий смотрите как прикольно и это тоже сюда же да если не любят допустим красные оттенки и так девчат поехали значит мы с вами делаем парочку вариантов дизайнов совершенно несложных я на самом деле долго вчера думала чтобы такого сделать на самом деле ведь получается у нас не так много прям декорации выходит да все очень четко все по уму каждый день пытаюсь купить так я потом почитаю отвечу так значит вчера сидела долго думала какие бы цвета посочетать друг с другом ну значит уже многое делаешь не так много декорации на самом деле выходит ну в работе появляется у мастеров вот но как бы пытаюсь как бы чтобы задействовать максимальное количество цветов значит я в одном из прямых эфиров показывала как-то варианты дизайна вот с такими вариантами видите вот он такой темно-зеленый и светлый зелененький до цвет это как раз таки вот эти два цвета из этой коллекции видно вот они то есть мы уже принципе делали варианты именно с листочками и именно тема у нас была осенью то есть вот эти оттенки 2 до и мы с вами делали вот такую вот красивую золотую осень я думаю те кто следит значит за каналом за нашим до видели эти варианты так какие еще какие еще вот такие вот варианты смотрите девчат я брала желтый цвет и сочетала с зелененьким цветом вот смотрите давайте вот так вот прикрою чтобы вспоминайте вот видите вот они то есть получается мы брали вот этот горчичный 430 428 цвет и сочетали их тоже в дизайнах видите вот они и уже немножечко с другим слайдером уже с другим слайдером добавляли вот крапушки и так далее шарми кончики вот уже пошли новые вот эти вот колечками такими красивыми неправильной формы тоже смотрится со спайдер гелем прикольно смотрится вот они да ну а сегодня вот такие вот варианты я думаю что вам понравится с таким большими ромахами вот они так какие цвета будем сочетать друг с другом ну во первых вот например 425 и 431 два цвета не очень хорошо свои простите неправильно показала 432 вот они 425 432 видно вот это сочетание цветов как раз очень светлый оттенок из коллекции очень темный а второе сочетание цветов взяла 426 и 431 вот они до серенькие черные они два цвета и вот как раз вот так вот да с так вот они сочетаются причем прикольно сочетаются как серебром так и золотом причем одновременно видите попробовала и золото добавить попробовала и серебра добавить прикольно соединяется как бы прикольно смотрятся и так и так и так ну поехали декорации декорации но я принципе показывала в прямых эфирах в прошлый раз какие у нас новые декорации вышли если взять на адрес то это получается вот такая влюбленность до один из последних вариант это номер 117 вот такой вот новый вариант я добавляла на прошлой неделе мы делали для хэллоуина и я брала цветочки вот эти такие нарциссики брала для хэллоуинчика там и приклеивали с черепушечку красиво и оформляли вокруг цветочками так это вариант 115 цветочные портреты то дамочки листики цветочки очень красивый тоже вариант так вот такой вариант один из последних 120 мгновение осени тут яблочки и тыквочки и крестики веточки красивые получаются так и вот вариант который мы сегодня заслуживать нашего внимания это вот 121 вариант туманные грезы видите вот этот мы сейчас вариант с вами возьмем очень красиво смотрится серый розовый да и золотые вкрапления очень классно смотрится так ну и текст вот как варианты которые были предыдущими вариантами мы уже с ними делали неоднократно дизайны природные композиции вот с такими желтыми листиками да видно девчат делали мы такие варианты но это просто напоминаю с чашками тоже вариант делали 114 милые чашки тоже такой осенние такие букетики какие-то в чашечках так это что касается на илдрессов и так сегодня мы посвятим наше время это 121 вариант 121 вариант туманные грезы это вот будет вот такой вот вариант у нас слайдера сегодня мы задействуем так ну а из старых шармиконов из старых шармиконов прикольно в дизайнах использовать я уже сто раз говорила это конечно же золотые линии 117 линия золота очень часто использую шармиконы 182 линии черные очень прикольно но у меня всегда уходят все тоненькие классно вспомнила тут буквально недавно лист это убирала в ящике в классе нашла шармиконы с рамочками если у кого-то остались тоже классная тема буквально рамочку приклеить на уголочек листик дешевые сердитые получается очень здорово если так напомнить это 158 квадраты золота были такие у нас и белые и черные квадраты да и серебряные но золотые конечно мне больше всего нравится золото очень классные будут варианты дизайна осени будет прошлогодний шармикончик который тоже заслуживает своего внимания это получается листопад номер 222 тоже мы делали в прошлом году очень много вариантов дизайна с этим шармиконом и было бы здорово продолжить эту тему так ну а в этом году вышли вот такие листочки кленовые еще в мои руки не добрались кленовые листья 243 номер прикольные варианты уже добавляли золотые серебряные вот такие вот круги абстракт абстрактные цели вот такой вот вариант кстати ценную номер да не сказал 421 такой же прикольный 439 вот такой просто с простыми до золотыми штучками дрючками ну разделительные линии 242 ох лала тоже это одни и спас 236 фэшн чань чайн вот не будут это читать по-английски потому что на самом деле не знаю как правильно прочитать баланс вот такие вот вариант тоже прикольные золото черебро и черные 239 забавный 242 не знаю как сейчас прочитаю мечтательные фразы вот такой тоже прикольный тут мне нравится знаете вот последних шармиконах очень прикольно используется и золото и серебро и белый и черный и они такие знаете прикольно так сочетать все таки от разные абстрактные момента еще и с буковками так вообще моя любовь все значит это из последних шармиконов а мы с вами начинаем работать и делаем градиент делаем градиент кисточка для градиента нам потребуется четверочка она у нас одна единственная вот и кисточка и очень быстро и делать конечно же градиент если мы с вами возьмем верхушку значит на просушенную базу просушенная база значит когда вы моделируете базы ноготочек да значит просушиваете базу и некоторые мастера вытирают дисперсионный слой а потом уже наносят цветной ну не знаю лично я могу сказать свое мнение я считаю что как бы вытирая дисперсию таким образом вы увеличиваете процент вероятности сколов потому что ведь дисперсия она же для чего-то нужна правильно она у нас служит для сцепления между слоями поэтому например мы не рекомендуем например вытирать дисперсионный слой вот но многие вытирают говорят что все стоит и замечательно ну и ради бога никто не сказал что так надо или не так надо просто если очень жирная дисперсия на поверхности базы которые вы просушиваете можно просто сухой кисточкой какой-нибудь ну той же например кисточкой там не знаю овалом каким-нибудь или квадратом просто подсушить и снять как бы излишки дисперсии вот значит и или посушить подольше ну тут каждый знаете на вкус и цвет товарищи нет поэтому каждый какое-то свое решение вопроса как бы находит в этой жизни так теперь значит первое что я сделала значит я взяла и верхний цвет мысленно вот так вот аккуратненько даже не мысленно физически опускаю вниз на нижний цвет и получается у вас какой-то момент на ноготочке получается верхний цвет средний цвет и нижний цвет так теперь если цвета очень сильно отличаются друг от друга я обычно рекомендую подмешать границу между с верхним цветом и смешанным цветом и между смешанным цветом и нижним цветом вот так это только первый слой никакой паники да все будет хорошо итак мы с вами движемся от кутикулы вниз свободному краешку самое главное условие вы должны были вытереть кисточку да кисточку вытираем и аккуратно чистой кисточкой туда обратно чуть ниже двигаемся сверху вниз не перескакиваем аккуратненько и даже вот если даже вам не нравится что-то там как смешиваются цвета не паникуйте доходите до самого конца да я обычно девчонкам классе говорю пусть будет мороз дверь войдет вы не должны прерваться от начала до самого конца кисточку вытираем вот я положила на салфеточку вытираю салфеточкой и аккуратненько повторяю еще раз весь путь то есть получается туда обратно чуть ниже так можно какой себе вывод сделать если я хочу чтобы на кончике оставалось больше темного цвета значит во втором слое верхний цвет светлый цвет я нанесу чуть меньше а темный цвет я нанесу чуть больше и на самом деле как бы я знаю точно что я буду прикреплять слайдер который будет закрывать по большому счету то место да где вот переход света можно по большому счету как бы не сильно стараться хотя вы знаете я всегда говорю не смотрите на качество покрытия смотрите на качество перехода цвета и самое главное чтобы в первом слое таком грунтовочном слое да был плавный переход чтобы не было резкого резкой границы между светлым и темным так но однозначно мне нужно будет сейчас подсушить и во втором слое светлого нанести совсем чуть-чуть а темного нанести чуть побольше пока сохнет 30 секунд я вот вернусь вот сюда так здравствуйте а когда новогодняя коллекция появится каждый день пытаюсь купить многие цвета и в зиму войдут хорошо и будут так новая на следующей неделе в продаже вот нам пишет лариса спасибо большое что вы нам отметили значит сегодня у нас четверг со следующей недели появится в продаже так присоединились так горчичный не могу перед дизайна придумать с 430 но мы уже сейчас дал показали 430 там видели же так всем добрый да здравствуйте здравствуйте привет всем привет пока наконец-то попала елена мы вам тоже рады так но мы с вами тем временем продолжаем итак мы уже обговорили с вами я практически полусухой кисточкой наношу светлый цвет и он будет у меня только верхней части ноготочка а нижний цвет будет занимать примерно две трети части ноготочка потому что я хочу чтобы все-таки кончик был потемнее видите когда наносишь цвета и не знаешь вроде казалось бы светлый такой весь прямо из себя светлый но он практически полностью выместил с собой заместил до нижний темный цвет так первое что мы делаем это всегда смешиваем два цвета между собой девчат примерно от середины верхнего цвета кисточкой сверху вниз сверху вниз и раз сходили обратно да все вот подмешали у вас три цвета на поверхности и чтобы мне легче было смешивать потому что на самом деле прям вот есть цвета знаете которые вообще легко легко смешиваются есть цвета над которыми нужно немножечко поработать в любом случае все покрытия делаем в два слоя если вы нанесете три слоя ну вы не столько потратите материала не так нам не настолько станут толще ногти сколько вы потратите время а время все-таки получается это самый главный до момент для мастера то есть нужно делать быстро четко но я честно скажу я совершенно не скоростной мастер я такой мастер по старинке сейчас смотрю иногда как девчонки работают аж прямо так завидно хочется пойти что ли посидеть получится надо наверно как-нибудь так но вот уже принципе один раз прошлась уже хорошо сейчас мы пройдем на чистовую так все прошлись от начала до конца и просушиваем бабе 30 секунд так значит но у меня уже есть разрезанный шармикончик я же уже делаю шармикончик простите слайдеры я же уже делала варианты дизайна поэтому мы сейчас с вами возьмем из уже вырезанных вариантов давайте вот такой вот вариант с ромашками прикольный вариантик сейчас мы с вами будем доводить до ума так значит слайдер вырезаем убираем все лишнее чтобы больше было площадь для сцепления правильно же так ну и опускаем на влажную салфеточку мне как всегда коробочка стоит есть такое дело да так теперь теперь значит прикрепляем мы слайдер с вами на слайдер топ но это очень просто запомнить слайдер цепляем на слайдер топ если слайдер топа у вас нету можно просто воспользоваться обыкновенной жидкой базы ничего страшного на самом деле не случится наносим слайдер топ или базу очень тонким слоем очень-очень тонким слоем на поверхность всего всей ногтевой пластины ну во первых толщина ногтевой пластины вот везде одинаковая да я не знаю что это можно принципе было мазнуть только и посередине ничего страшного на самом деле бы не случилось так ну что аккуратненько да все это дело снимаем с бумажного носителя и прикрепляем на поверхность то есть получается прям мы возьмем это сделаем посерединке если хотите можно немножечко приподнять выше да но в любом случае погрешности в переходе цвета у нас конечно же закроются так двигаем я просушила слайдер топ 10-15 секунд ну 10-15 секунд почему потому что если слайдер топ но сушить 30 секунд и более то слайдер не будет двигаться по поверхности а я хочу его подвинуть чтобы он прямо занимал свое место прямо по центру ну потому что болтаю неудобно из-под телевизора у из-под телефона смотреть поэтому у меня вот так вот получилось так пусть будет так можно еще какую-нибудь надпись сюда прибабахать но в любом случае надо подсушить еще в лампе чтобы слайдер топ да что процесс полимеризации продолжился и чтобы слайдер топ фу простите слайдер хорошо прикрепился закрепился на поверхности слайдер топа либо на базе если я хочу приклеить какую-нибудь наклеечку взять какой-нибудь шармикончик с какими-нибудь надписями например да ну хочется что-нибудь там например сейчас сейчас хотела быстро найти сейчас найдем давайте вот из этого да это из нового варианта еще расскажу какой-то у нас 242 мечтатель мечтательные фразы о тем более до мечтательные фразы прикольно будет смотреть смотреться будет прикольно причем можно прикрепить и беленькие какие-нибудь и золотистые я предлагаю прикрепить прикрепить что-нибудь золотистое чтобы она так поблески вала а если вы хотите прикрепить слоя шармикончик то я бы все таки рекомендовала на топ без липкого слоя прежде чем я топ без липкого слоя нанесу все слайдеры мы обычно обрабатываем ультрабондом или праймером это для чего потому что для для того чтобы любой слайдер не имеет липкого слоя поэтому чтобы сцепление было хорошее нужно обязательно нанести ультрабонд или праймер и просушить на воздухе одну-две минутки так после этого теклас да то без липкого слоя кто без липкого слоя я хочу просто куда-нибудь наклеечку наклеить я вы думаю что она мне вот здесь вот будет видно вот здесь будет видно сейчас наверное вот сюда чуть-чуть мазу текласом ну и слайдер во первых закрепиться да и поверхность будет идеально гладкая ровная на которую мы сейчас с вами с удовольствием прикрепим какой-нибудь шармикончик шармикончик просто снимаем с носителя и прикрепляем сейчас мы придумаем что прикрепить не знаю пусть поблескивает правильно мы же с вами решили сейчас я даже пинцет у меня тут перед глазами сегодня есть не халям болям да вот такой раз типа я там уже краешки загнулись так обычно я это делаю сюда ногтями тут прям как будто обезьяна с гранатой с этим давайте вот сюда например пусть чисто для украшения будет так ну все закрываем топом девчат но это может быть топ теклас это может быть матовый топ это по большому счету может любой топ быть которым вы работаете но так как я хочу продолжить работать на готовой поверхности я все-таки хочу наверное взять т-класс т-класс то без остаточной липкости вы не поверите его потеряла из виды так база есть ультрабонд вельвет ультрашай мы же только что покрывали так ну вот потеряла на собственном столе ну ладно покрываем топом глянцевым топом девчат это может быть теклас это может быть любой другой топ которым вы работаете значит ну вот ультрашайн это вопрос спорный ультрашайн он понимаете как стекло и вот с поверхности ультрашайна я все-таки думаю что паста который мы сейчас будем рисовать сверху она может сколоться вот все нашла я теклас слава богу все-таки нашла так что в памяти у вас осталось так аккуратненько просушиваем и берем с вами белую эмпасту белая эмпаста это гелевая краска без остаточной липкости мы будем рисовать по готовой поверхности эмпаста до эмпаста white рафинад то есть получается это у нас гелевая краска без остаточной липкости в компании эмми такие краски называются импаста может быть вы работаете какими-то другими материалами и вот вам нужно будет более просто краска гелевая которая не имеет остаточной липкости которые можно рисовать по готовой поверхности сейчас чтобы увеличить объем лепесточком я возьму кисточку если брать эмми до кисточка 0 кзм 0 это называется кисточка идеальный мазочек номер 0 то есть она не тоненькая вот но она и не очень большая такая очень аккуратненькая и я вот возьму капельку эмпасты чем же уникальной гелевой краски без остаточной липкости тем что ими можно рисовать сверху по любой готовой поверхности и вот эти вот цветочки на самом деле можно было бы и так оставить но мы конечно же с вами можем взять и продолжить аккуратненько начиная с краешков вот такими мазковыми движениями смотрите вот у меня тут даже слайдера нет а я сделаю вид что рисунок продолжается дальше так я надеюсь что я на экране вроде пытаюсь себя контролировать но все равно если что кричите вдруг вдруг услышу и тут же вернусь на экран вот таким вот образом все движения кисточки получается от краешка лепесточка вниз к центру вниз почему говорю вниз конечно же к центру и знаете вот цвет который мы с вами гель-лак который у нас с вами нижний цвет он полностью соответствует цвету серединок у цветочков поэтому такой вариант будет очень классно сочетаться и и не обязательно же делать на всех пальцах я это говорю всегда неоднократно поэтому все остальные пальчики могут быть покрыты просто либо светлым оттенком из-за этой замечательной коллекции которую мы сегодня представляем вам да либо темным цветом а еще будет классно сочетаться с белым с черным белый черный вообще как универсальный сочетаются с любыми цветами так что без всяких проблем так добрый день это нам все тут поздоровались я подняла просто глаза так здравствуйте я наконец-то попала так или она здравствуйте а если на базу жидкую клеить сколько сушить так я вернулась просто немножко назад катюша спрашивает можно ли клеить на базу я правильно понимаю слайдер на жидкую базу то сколько сушить да катюш точно так же как и слайдер топ значит я сушу 10-15 секунд прикрепляю слайдер на поверхность двигаю его разравниваю чтобы складочек не было до натягиваю на ноготочек и потом досушиваю и вот уже потом слайдер двигаться не будет то есть неважно слайдер топ или вы на базу цепляете 10-15 секунд топ prime желтит галин да нет ничего не желтит праймер он нейтрален никакого цвета особо не имеет значит какой номер кисти гали который я сейчас работаю я уже говорила идеальный мазочек номер 0 это такое название в эйме да специфическое такое немножко название значит если по артикулу получается вот это вот к з м мазок м мазок номер 0 то есть получается идеальный мазок номер 0 это такое у нее название так и давайте продолжим дальше вы ставите на краешек лепесточка капельку белого рафинада и аккуратненько движение кисточки сверху вниз минимальное количество чисто символически аккуратненько аккуратненько заполняем нижний цветочек вот смотрите тут у меня его половинка но я продолжу накручивать получается так вот прикольно нижние лепесточки покороче 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 так здесь у меня конечно же все подлиннее знаете я пробовала через лепесток не прикольно получается вот практически каждый слегка так вот тут какой то здесь какая-то то ли я вырезала оставила не нужно превратим в лепесточек так и тоненькой кисточкой 5 дробь 0 линеарной конечно же мы с вами сейчас дорисуем вот дела немножко беленького так вот здесь вот лепесточек сделаем вид и вот сюда наверно а этот чтоб не зависал уведем вниз так а этот ну вот сюда куда-нибудь уведем ну все достаточно на самом деле на самом деле как бы кто во что гора скажем так можно было не дорисовывать например да вот эти стебелечки либо нарисовать их потоньше я учета меня не смутили я такая сразу раз такая заднюю включила значит надо прямо что тоненько было прям вот как волосочек практически не вижу нет попало вроде о потоньше так все просушиваем это у нас будет вот такой вот вариант на самом деле можно конечно было поиграться с любым цветом но если обращать внимание именно на цвет слайдера да то есть вот на эти вот цветочки получается вот одного цвета с 432 номером вот этот номер цвета 432 и серединке у цветочков они прям идентичные прямо супер так ну и давайте сделаем что-нибудь на светленьких оттенках да мы с вами говорили что возьмем еще одну пару цветов из этой же коллекции это у нас с вами будет 426 серенький 431 черненький черный труфель так и мы с вами покрываем полностью цветом все тип со светлым цветом 426 номер на просушенную базу до наносим цвет покрытие очень быстрый вариант можно даже время знаете засечь все будет обусловлено именно количеством времени да то есть как бы сколько сохнет а так на самом деле все будет очень довольно таки быстро так это я просто за ложку вас вот сюда добавляю типсик на общее фото проходим пожалуйста девочки не стесняемся так просушили кстати можно немножечко черненького добавить чтобы потемнее было знаете вот чуть-чуть черного добавлю это черный глянец черненького чуть-чуть добавлю но но не очень много это я просто хочу добавить туда еще вот этот перламутровый черный из коллекции сейчас мы просто вот так аккуратненько растушуем краешки это я взяла девчатки с точку 0 ой вот простите овальную овальную четверку просто хочу чтобы серединка ноготочка была выделена более темным цветом это нам очень будет нужно потому что мы подсветим себе видите серебряной краской для стемпинга да все же знают что у нас появился цвет номер 12 серебряная краска для стемпинга можно будет ее как раз добавить сюда в работу интересно будет смотреться так и и и темненький вот этот перламутровенький красивенький 431 номер да ну-ка просто потемнее будет по вот так вот можно знаете кисточкой для градиента немножечко растушевать пусть поблескивает так все просушиваем так и берем давайте возьмем пластинка номер 12 для стемпинга номер 12 вот с такими вот листочками цветочками листочками на самом деле нам даже сейчас без разницы какой мы с вами вариант рисунка выберем давайте с листочками что-нибудь на задний план будет просто интересный фон будет более более сын как с вон будет более сложно выглядеть вот так выражусь так нам нужно будет салфеточка которую мы сейчас с вами смочим жидкость для снятия гель-лака потому что ей будет легче всего чуть-чуть пластиночку подготовлю чтоб чистая была так подушечка для стемпинга то где она у меня вот она так все есть и мы с вами на задний план на дальний план на дальний план берем краска для стемпинга 12 номер она серебряная делаем все четко спокойно но быстро и так листочки у меня тут по серединочке достаточно будет так убираем все лишнее сильно не давим легким накатом набираем легким накатом и не давим от слова совсем набрали вот листочки даже если сейчас что-то не набралось в ничего страшного потому что мне надо совсем небольшой кусочек так смотрю отпечатываем на самом деле ну все в принципе так все отпечатал это задний план да ничего нас принципе ни к чему не обязывает теперь определяемся что мы сюда прикрепим ну я предлагаю вариант с такими же цветочками потому что этот свет с розовинкой он прикольно сочетается и с серым фоном и так значит возьмем с вами вот такой вот небольшой вариант цветочка давайте так вот такой возьмем давайте на салфеточку на мокрую поставим хочу не один хочу два цветочка может быть немножко грустно это все как-то звучит ну на самом деле прикольно будет а третий цветочек подразумеваем что мы с вами его прицепили на соседний пальчик и тогда будет букет из трех до чтобы не думать что число какое-то грустное так все цветочки у нас есть вот они да влажная салфетка так что еще хочется отметить значит я вот точно знаю что вот это вот надпись в рамочке девчат это черные буквы на прозрачном фоне если я сейчас прилеплю эти черные буквы на темный фон то получится так что вот это вот место потеряется и я хочу его немножко подсветить на самом деле как бы можно взять какую-нибудь фольгу шичку и прикрепить я вот тут вот у себя на столе нашла кусочек какой-нибудь вот такой вот видите как вы раньше называли это поталь до бензиновая фольга мы даже был какой-то момент жизненный когда так называли так можно взять и немножечко приклеить фольгушечки золотой именно в то место предположительно куда должен попасть вот это вот должна попасть вот эта рамочка с надписью ну если был бы светлый фон фольга бы не помешала если темный тем более не помешает по одной простой причине вот я такой побольше кусочек взяла по одной простой причине что и на светлом и на темном фольга будет естественно цвета фольги и на золотистой тем более на серебряной фольге конечно же будет видна надпись да так чуть-чуть хочу уменьшить девчата беру пока из-под камеры потому что на самом деле просто тупо неудобно так все давайте вот здесь будет аккуратненько подсветила место где будет рамочка у меня попадать и будет прикольно сочетаться серебро с золотом так ну что поехали слайдер мы цепляем на слайдер топ до прикрепляем на слайдер топ если слайдер топа нет ничего страшного можно воспользоваться базой то есть получается мы с вами наносим тонким слоем слайдер топ кстати краску для стемпинга я не сушила в лампе да она сама по себе высыхает на поверхности красивый серебристый такой цвет полноценный плотненький так слайдер топ или базу просушиваем 10-15 секунд сушим так и прикрепляем непосредственно уже наши слайдеры которые мы потом конечно же будем еще дома доводить так вот видите вот тут вот буковки будут у меня на золотом фоне и тут под шумочек продолжим эту тему цветочную прикрепим еще один цветочек он будет чуть чуть повыше сейчас посмотрим что будем делать с этой со стебелечком еще не знаю может ничего не будем делать просто прикрепим да и все может быть чуть-чуть укоротим пусть будет вот так так подсушиваем естественно подсушиваем обрабатываем слайдер ультрабондом или праймером так вот тут у меня даже где-то лишнее тут выглядывало все убрали так праймер или ультрабонд обрабатываем поверхность слайдера сверху да теперь высыхает это все дело на воздухе смотрите меня тут другую сторону есть есть теперь в эту сторону можно оставить и так вот на розовом да а можно добавить опять же импасту импаста гелевая краска без липкости так ну что закрываем я не знаю вот у меня смотрите девчата у меня есть вот такой на глянцевой поверхности давайте попробуем матовую сделать поверхность кстати вот после матового покрытия и фольга будет все равно видно но она конечно хорошо видно а серебряная краска мне кажется станет даже чуть-чуть поярче так что давайте поэкспериментируем итак у нас один единственный топ вельвет который нельзя ни с чем спутать матовый топ без липкого слоя абсолютно вельвет закрываем я вот например ну как бы те кто часто следит за нашими эфирами я уже говорила например мой самый любимый дизайн это черный френч черный френч глянцевый топ не знаю я вот никогда себе не покрывала ногти матовым топом вы знаете а в дизайнах когда вот делаю на типсах мне прям очень нравится если честно прикольно так знаете по взрослому смотрится хотя естественно белая паста мы уже сегодня говорили про нее что такое паста гелевая краска без остаточной липкости это у компании эми называется да такая краска м паста вот название довольно таки такое которое уже известно среди многих мастеров вот значит что такое паста это гелевая краска без остаточной липкости ей можно рисовать сверху по готовой поверхности что мы в принципе сейчас и сделаем идеальный мазочек номер 0 кисточка мы сегодня уже ей работали и например я аккуратненько с краешку лепесточков нажала вниз вниз аккуратненько с краешку вниз можно было чуть меньше просто даже вообще на самых краешках оставить краску ну тогда больше бы например там розовенький цвет бы больше виден был ну вот тут фишка вот и в том чтобы вывести на передний план да лепесточки лепесточки именно с краешку лепесточка и к центру стремимся да грубо говоря с краешку лепесточка и к центру давайте пару лепестков придумаем которых здесь в принципе нет но будет прикольно смотреться если мы с вами парочку добавим сбоку так а черные пасты черные пасты можно стебелечки да как-нибудь немножко выделить сейчас мы лепесточки просушим можно тоненькой кисточкой взять черную им пасточку совсем чуть-чуть чисто символически если там где-то вот не видно чуть-чуть можно выделить поярче основания и вот здесь вот и вот тут внизу лепите линии аккуратненько вывести вниз ну все вот так оставляем так ну естественно просушиваем лампе видите у нас такой вариант будет с матовым покрытием так ну что возвращаемся в начало и так гель лаки которые входят в набор нам в набор она нормально сказала заговорилась немножечко тетечка старенькая так сейчас 400 хочу все в кучу просто поставить ой не тот 426 425 очень красивый набор осенних цветов 8 оттенков но и начинаются номера с 425 426 27 и так далее до 432 номера как называется коллекция хант клап да вот так она красиво выглядит коричневый оттеночек коробочки продается по 9 миллилитров девчата по 6 миллилитров наборах значит естественно как бы эконом такой да вариант вот но не знаю кажется экономить не стоит потому что эти цвета запросто подойдут не только в осеннее время да ну и в зимнее тоже так а у нас тем временем высох наш вариантик мы сейчас его сюда прицепим в очередной раз скажем девочки проходите фотографироваться вот они наши девчонки тут сейчас в рядочек выстроились и мы выставим их вот так вот на всеобщее обозрение смотрите то есть получается вот сочетание оттенков да мы взяли четыре разных цвета из этого набора и салона красиво как еще раз говорю о том что он девчат мы делаем дизайн и просто чтобы дать вам какие-нибудь варианты вот повторить да вот допустим там какие-то разнообразие какое-то внести вашу работу это дизайн на который не требует рисования потому я участвую часто вижу в соцсетях пишу там маникюр педикюр не рисую или маникюр педикюр френч не спрашивать или там еще что-нибудь такое не знаю я считаю что это все равно как бы ценно то что вы можете сделать и не нужно делать на всех абсолютно десяти пальцах это можно сделать на одном пальчике не считаю что это будет принципе красиво все остальные пальцы просто покрыть одним цветом так ну что спасибо вам огромное за ваше внимание особо никаких вопросов больше не было вот и всегда к вашим услугам если нужно на придумывать что-нибудь еще на придумаю хотя вы знаете каждый раз думаю господи уже все придумано все но благодаря фантазии екатерина николаевна мирошниченко который придумать всякие слайдеры и шермикончики да вот эти всякие вспомогательные материалы очень легко можно делать вот всякие такие на самом деле варианты причем мы даже постарались совершенно не повторится да вот с тем что мы уже раньше делали вот и значит может быть какие-то красивые варианты это может вам что-то в голову придет делитесь вот ну что всем удачи всех с началом каникул первая часть часть позади встретимся в следующий четверг я желаю всем конечно же здоровья потому что осенью люди иногда часто иногда часто нормально сказала люди болеют вот но хотелось бы чтобы все были живы здоровы побольше всем творческих каких-то вариантов творения да вот это все наши в творческой профессии ну и конечно же всем побольше денежных клиентов всем удачи спасибо большое за ваше